Здравствуйте! Вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Президент Украины предлагает уволить главу Нацбанка Степана Кубева на эту должность назначить Валерию Гонтареву. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте сегодня. Также Петр Порошенко предложил Верховной Раде заменить министра иностранных дел Андрея Дыщицу. На его место назначить Павла Климкина, который перед этим был послом Украины в Германии. Президент предлагает также Виталия Ярему на должность генерального прокурора Украины. Тем временем глава Национального банка Степан Кубев сегодня выступил в парламенте. В его докладе речь шла о потерях украинских банков из-за аннексии Крыма и о доверии к банковской системе в целом. С нами на связи с парламентом наш корреспондент Анна Каменева. Здравствуй, Аня. Расскажи подробнее об отчете главы Национального банка и о работе депутатов сегодня. Здравствуй, Катя. Большим ударом по банковской системе Украины стала неоглашенная война Российской Федерации с Украиной. И, к примеру, все началось с аннексии Крыма. Там наши украинские банки потеряли 22 миллиарда гривен. И 53 финн-учреждения вынуждены были покинуть полуостров и прекратить там работу. Сложная ситуация сейчас и на востоке Украины. Там находится 100 миллиардов гривен активов. Более того, из-за вчерашней ситуации с захватом террористами Донецкого управления НБУ, пришлось вывести счетную палату оттуда и здесь, уже в Киеве, создать резервную площадку для того, чтобы продолжить расчеты с Донецкой областью. И уже на этот момент возобновлено расчеты. Это и социальные выплаты, в частности, и пенсии, и зарплаты. Кроме того, я еще хочу напомнить, что из Донецка было выведено 11 банков в связи с этой ситуацией или более полторы тысячи отделений. Кроме того, что же касается общей ситуации на банковской системе Украины, то Нацбанк начал диагностику финучреждения. О чем речь? Прошу прямую речь. Это 37 банков, где будет соответственно проведено стресс-тестирование для того, чтобы определить надежность банковской системы. Для того, чтобы посмотреть, какая сумма капитала необходима для банковской системы, для обеспечения платежеспособности и ликвидности, для доверия граждан к банковской системе, конкретным банкам. Для того, чтобы мы выполнили эти государственные задачи, которые стоят сегодня перед нами. Помимо этого, НБУ активно занимается мониторингом деятельности банков и уже выявили 20 недобросовестных финучреждений, которые за последние два года вывели из страны 240 миллиардов гривен. К примеру, за два месяца 2014 года, январь-февраль, один маленький банк сумел вывести из Украины почти 5 миллиардов гривен. Эти банки, по словам Кобева, уже лишили лицензии. Сейчас рассматривается вопрос о возможности передачи их в фонд гарантирования вложений физических лиц. Что же касается работы депутатов, то они сегодня уже сделали немало, приняли 5 законопроектов в первом чтении. В частности, один из них касается военнослужащих. Депутаты повысили максимальный возраст военнослужащия, который пребывает в запасе до 60 лет. Раньше было 50-55 в зависимости от звания. Ну и кроме того, еще одна новость из парламента, это то, что Александр Турчинов поручил регламентному комитету Верховной Рады рассмотреть возможность распустить фракцию парламента, фракцию коммунистов. Этот вопрос будет с сегодняшнего дня рассматриваться в регламентном комитете. Как объясняют некоторые депутаты, это вызвано тем, что в парламент выбиралась фракция из 33 народных депутатов. Коммунистов было представлено 33, но сейчас их 32, поскольку Оксана Каледник покинула недавно фракцию. И это есть основанием для того, чтобы распустить фракцию коммунистов. Ну, посмотрим, будет ли сегодня это решение или позже. Ну, а что касается работы депутатов, сейчас они работают по повестке дня. Пока что все. Студия. Спасибо, Аня. Напомню, с нами на связи была наша корреспондент Анна Каменева из Верховной Рады. Ждем от нее новостей в следующих выпусках. Местным властям Донецка удалось стабилизировать работу подразделения Министерства доходов и сборов в области. Также договорились об освобождении Главного управления Национального банка Украины и Государственного казначейства. Об этом сообщает сайт городского головы Александра Лукьянченко. Работа же Донецкая городской прокуратуры осуществляется в отдаленном доступе, поскольку в здании продолжают находиться сторонники ДНР. Абитуриенты Донбасса смогут пройти внешнее независимое оценивание только за пределами Донецкой и Луганской областей. Дополнительная сессия ВНО в восточных регионах проводиться не будет из-за сложной военно-политической ситуации и отсутствия гарантии безопасности участников тестирования, сообщают в Министерстве образования и науки Украины. В ведомстве заверяют, все необходимые условия для проведения дополнительной сессии тестирования будут созданы. В частности, руководители высших учебных заведений обяжут обеспечить абитуриентов бесплатными местами в общежитиях, а также предоставить доступ к библиотеке и интернет. Террористический акт Катя, да, действительно, сегодня предварительные результаты расследования сегодня здесь в правительстве озвучил министр МВД Арсен Аваков. По его словам, причиной пожара есть вмешательство извне и главная версия – террористический акт. Собственно, предлагаю послушать прямую речь министра. Мы предполагаем, что взрывное устройство было заложено под основание бетонной опоры трубопровода, после чего произошло два коротких взрыва и затем большой взрыв. Следствие продолжается. Полагаю, что взрыв случайно не происходит в месте, где сочленяются четыре трубы одновременно. Вот это предварительные данные. Подача газа благодаря резервным путям поставки, судя по всему, не пострадала. Ситуация локализована. Взрыв повредил почти 20 метров трубы. Но, к счастью, на транзит это никак не повлияло, отметил заместитель министра энергетики Вадим Уида. Ну, а уже Арсений Яценюк сказал о том, что то, что к этой диверсии причастен Кремль, уже никто не сомневается. Ну и главная цель Москвы – дискредитировать Украину в глазах европейских партнеров, как надежного транзитера. Ну и, собственно, чтобы подобных случаев уже не было, глава Кабмина поручил повысить меры безопасности наших ГТС. Катерина. Да, спасибо, Наташа. Напомню, с нами на связи был наш корреспондент Наталья Пругер. Ну, а мы продолжаем выпуск. В Киеве состоялось очередное заседание клуба «Звездных мам». Вместе со своими детьми они прошлись по импровизированному подиуму и в очередной раз доказали – современные женщины могут все. Все. Пообщалась с модными мамами наш корреспондент Тамара Кононенко. Главное событие вечера – дефиле модных мам. Известные женщины вышли на подиум вместе со своими детьми, чтобы представить эксклюзивную коллекцию летних шелковых платьев и доказать – современным женщинам под силу абсолютно все. Модель-телеведущая бизнес-вумен Мария Жулай успешно совмещает карьеру и материнство. На заседании модных мам она не впервые регулярно посещает такие мероприятия вместе с дочкой Маргаритой. «У меня это не дочка, это моя подруга. И у нас настолько дружеские и близкие отношения, что мамой быть не тяжело. Конечно, иногда я капризничаю, иногда она капризничает не без этого. Но, в принципе, все замечательно». Вместе со своей дочкой пришла и известный украинский дизайнер Елена Бернацкая. Рассказывая, что для нее беременность и рождение ребенка обернулись творческим вдохновением. Именно в это время возникла идея создавать детскую линию одежды. «Ниже модницы такие же, как и мы. Только мы большие, а они маленькие модницы. Поэтому у нас у Сонечки есть от мамы уже много очень платьев. От Елены Бернацкой, для Софии Бернацкой. Я считаю, что детская мода, наоборот, ее нужно развивать». Солистки музыкального коллектива Open Kids на своем примере доказали современные дети и подростки, те еще модники. «В повседневной жизни мы пытаемся следить за модой. В сценичной мы выбираемся вместе, смотря какая песня, смотря какой стиль, смотря какая музыка». Организаторы рассказывают, Fashion Mom Club объединяет успешных женщин с активной жизненной позицией. Они всегда и при любых обстоятельствах выглядят прекрасно. «Основная идея – собрать таких вот прекрасных женщин с активной жизненной позицией, которые всегда стараются выглядеть модно, несмотря на свои колоссальные нагрузки, которые они испытывают по жизни. Ну, женская доля». Заседания клуба модных мам уже успели стать доброй традицией. Такие мероприятия проходят в течение нескольких лет по два раза в год. Поэтому уже этой осенью «Звездные мамы» снова соберутся вместе на настоящий семейный праздник. Тамара Кононенко, Андрей Яковенко, БТБ. Ну а далее на БТБ «Курсы валюты. Цены на горючее». Оставайтесь с нами и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!